здравствуйте андрей приятно вас видеть гости мы теперь у нас появилась такая идея что мы делаем такие как как такие беседы как люди вообще начинает работать интернете и как они до этого дошли и у меня тебе вот такой же вопрос как ты вот почему ты выбрал работать интернете ну тут все на самом деле все банально и просто жизнь заставила вот то есть если интересна моя история я сейчас в двух словах расскажу то есть мое первое соприкосновение с работой в сетевом маркетинге но это не был интернет на самом деле я был в крупной сетевой компании я не буду сейчас говорить имя хочу сказать что он даже сегодня эта компания является номер один компании сетевых в мире это продуктовая компания самая крупная в мире какая на сегодняшний день есть и этой компании 80 лет вот я начал в такой компании первое соприкосновение но это не было интернет это было 2007 год интернет он уже существовал но он не был так развита не были так развиты смартфоны интернет был он в компьютере существовал но вот так вот чтобы у каждого такого еще пока не было в 2005 году вот и я довольно таки успешно строил команду у меня была неплохая команда то есть мы ездили на вебинары то есть потом в какой-то момент я не знаю как бы честно хочу сказать случилось какой-то выгорание наверное в бизнесе вот но опыт работы в млм я получил колоссальный на самом-то деле я научился читать книги честно хочу сказать в млм индустрии то есть до этого я так не увлекался чтением литературы как и мне привела ты школа обучающая вот именно в млм индустрии мне привела желание постоянно читать книги именно не художественные книги а вот какую-то развивающуюся литературу именно вот тогда в 2005 году я еще был молодой парень даже то есть какие мои годы да вот соответственно у меня вот вот это вот привилась и вот с этим я иду дальше а ну а дальше моя жизнь складывал таким образом что я традиционный предприниматель то есть у меня был крупный бизнес до 19 года то есть до 19 года я был предприниматель у меня была своя строительная фирма плюс у меня еще был ресторан и вот как говорится девятнадцатый год он приказал мне долго жить по всем моим бизнесом то есть такое случилось обнуление меня как предпринимателя то есть у меня случились в строительстве банально просто меня несколько раз кинули начались суды пересуды то есть бизнес мой рухнул причем бизнес с оборотом в несколько миллионов долларов у меня был то есть оборот вот несколько миллионов долларов то есть там 50 человек была штат сотрудников да там и плюс у меня был еще такой как бы бизнес так сказать для души у меня был ресторан но сами знаете девятнадцатом году нас посетил строительный бизнес у меня по по одним причинам ресторанный бизнес закрылся у меня как говорится по причине да то есть мы помним да у нас ковид начался локдаун да и какой ресторан то есть ресторанов закрылась что в те года ну огромное количество в этот год и там и дальше и двадцатый вот я где-то до середины девятнадцатого то есть я еще первый локдаун прожил то есть мы как-то перенастроились как-то на доставку а потом уже как-то что-то все 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 нарастаешь и ситуация такая огромные долги огромные долги перспективы как бы ну то есть до перспективы ноль и тут как бы говорится я вернулся хорошо забытому старому я вернулся снова снова обратил внимание на млм бизнес то есть и вернулся я уже так сказать в млм индустрии но при хочу при том при всем что сказать что я всю жизнь всю жизнь дружу с компьютером компьютер всю жизнь для меня был и увлечением и как бы и хобби то есть я глубоко имею познание компьютера всю свою жизнь точно это пошло с 19 лет 19 лет я занимался там компьютерным клубом у меня был то есть я предприниматель с большим стажем да то есть как предприниматель 19 лет уже открыл свой первый компьютерный клуб вот но это я не считаю бизнесом это больше была такая игра, я же сам там и в свои 19 лет и делал, да, то есть компьютерный клуб был организован таким образом, что сначала мы играли в этом компьютерном клубе, да, а потом решили, о чем мы деньги тратим, а давай-ка свой откроем, это не было предпринимательством, это было забава, но с тех времен как бы компьютерами я увлекаюсь очень серьезно, и, значит, база у меня была, то есть подготовки, то есть я не просто так с нуля начинал, да, вот, и вот когда в 19-м году, как говорится, меня уже приспичило очень сильно, я начал искать альтернативные источники заработка, и я уже начал искать, ну, то есть обращать внимание на предложения, которые мне поступают, а нам, как известно, да, то есть каждый день нам кто-то чего-то предлагает, просто когда мы чего-то не ищем, то мы мимо ушей пропускаем, когда я, так сказать, стал открыт к возможностям, когда меня жизнь приперла. У меня так и прибавилось. Да, 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 я начал обращать внимание на все такие вот моменты, вот, и я сначала в первую сетевую компанию попал, я не буду сейчас говорить, какие, да, как компания, вот, там у меня не очень получилось, сразу хочу сказать, чтобы вот кто, допустим, пробует себя в разных компаниях, если у вас не получилось в одной компании, это не значит, что у вас не получится в другой компании, то есть, да, то есть я сначала пошел в одну компанию, я действительно искренне пытался там что-то делать, у меня вообще ничего не получилось, вообще, то есть напрочь, то есть ноль результата, там, то есть заработка не было, я, наверное, потерял там деньги, ну, деньги небольшие потерял, но потерял. Да, ну, все-таки. Да, но получил, так сказать, первый опыт соприкосновения с данной индустрией. И вот уже, когда я во вторую компанию пошел, во вторую компанию, вот там случился взрыв даже для меня, то есть я пришел в сетевую компанию и в первую же неделю, а там такая была еще история, там была арена лидеров, арена лидеров, да, и каково было для меня удивление, что я первую же неделю занимаю первое место на арене лидеров, то есть, но тут надо тоже понимать, что я в первой сетевой компании не получил никакого результата, но при этом я настроил свои инструменты, то есть я работал с холодным кругом, с инструментами автоматизации, настраивал воронки, и то есть мои воронки не сработали в первой сетевой компании, но я с этим инструментом просто пришел, быстро переделал под ногу компанию, и в первую же неделю, в первую же неделю я на арене занимаю первое место. Для меня это для самого был огромный шок, то есть, я новичок, я только вот там начинаю осваивать, я там монстров победил на арене, пригласил за месяц больше всех, и дальше пять недель подряд в этой сетевой компании я занимал первые места, вот, потом уже, то есть, но там, к сожалению, это была ошибка лично для меня, то есть, ну, я же только начал развиваться во всем возможных сетевой компании, данный маркетинг был по принципу живой очереди, ну, сами понимаете, что, как бы, я еще не осознавал на тот момент, честно хочу сказать, но, давайте так, такие маркетинги, они не способны двигаться в долгую, то есть, это маркетинги предстартов, да, то есть, по принципу живых очередей, и я не понимал этого, то есть, вначале, то есть, я был в будущем, но за пять недель, за пять недель мне хватило времени в этом во всем разобраться, и я понял, что, ну, дальше для меня перспектив в этой компании нет, я пошел в другую компанию, там я уже заработал по-настоящему большие деньги, я решил все свои финансовые проблемы на тот момент, я раздал долги, я купил себе автомобиль, к концу года я купил себе уже квартиру, то есть, ну, как бы, я сделал, и я стал чеком номер один компании, то есть, я стал... Почувствовал, все-таки это все работает, да? Да, 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 я стал чеком номер один в компании, вот, здесь, на самом деле, на мой субъективный взгляд, сработала совокупность моих старых знаний в MLM-индустрии и с новыми знаниями, то есть, если только работать по методам автоворонок и технологий, это тоже не будет работать, потому что многие пытаются только автоматизировать, при этом не используя, ну, прямого общения с людьми, здесь это не так будет эффективно работать. Здесь же у меня произошел выстрел в том смысле, что я, как бы, был подготовлен в старой школе, то есть, я понимал, что такое работать, список, значит, приглашений, паркетик-план, повторная встреча, закрытие сделок, то есть, все классическая школа MLM, она во мне сидела. Это нам всем, по-моему, учили-учили, еще разучили, да? Да, 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 и я, как бы, да, вот, и я, как бы, это всегда знал, вот, и эту школу, и вот тут я совместил уже с новыми, и это произошло, вот, взрыв, то есть, и дальше я уже, ну, как бы, еще в одной сетевой компании, потом побывал, потому что в той компании, в которой я развивался, там немножко с самой компанией не все пошло ладно, вот, потом я был в другой компании, тоже с компанией было не все ладно, потом в третью компанию, еще, еще в одну компанию, я тоже там, на первых, вот в последней какой сетевой компании я был, там тоже был на первых позициях, но и опять все, не все так, как мне надо, не все так ладно, Не все так, как я представлял себе изначально было в этих компаниях. И вот мы сейчас переходим уже к тому, что вот тут уже раз, два, три, я-то вкладываюсь, я-то делаю результат для компании огромный, я становлюсь человеком номер один, значит, я больше всех сделал результат компании. Не просто так, но при всем я понимал, что не та история, то маркетинг сначала мне нравился, потом не нравился, то компания заявляет о каком-то продукте, мы продаем этот продукт, в итоге компания не следует своим, так сказать, обещаниям, она не идет по дорожной карте по своей заявленной. То есть ты понимаешь, что тебе обещали вот это, а в итоге, как бы, ну, не то, что даже, ладно, я понимаю, что компания не всегда, а дорожная карта может по числам соответствовать, но когда я вижу, что компания от своей дорожной карты... Дорожная карта должна быть, да. Нет, одно дело сроки, сроки у всех срываются, то есть я это, я вообще строитель, стройки вообще сроки, это такое мифическое, как бы, вещь, вот, но, значит, здесь я, и строительство компании тоже самое, когда сроки, да, дорожная карта, но когда компания делает разворот на 90 градусов от заявленных целей, то есть ты понимаешь, что они заявляли, ты шел вот на это, а компания делает то, что ты понимаешь, что это прямо ровно, то есть, ну, не то, чего ты хотел, то есть, ладно, одно дело сроки. И что, на что пришел, конечно. Да, вот, и здесь я уже подошел к такому моменту, что я, как бы, осознал, что, ну, как говорится, хочешь сделать хорошо, сделай сам. Сделай сам. И вот тут уже, как говорится, моя зона ответственности, насколько это у меня удастся, насколько удастся в целом сделать компанию, да. И я пошел другим путем, на самом-то деле, мы пошли путем, на самом деле, сложным путем, мы не стали создавать хайп-проект, мы не позиционируемся как хайп-проект, даже где-то на каком-то моменте, ну, как говорится, мне многие говорят, Андрей, почему сапожник без сапог, почему сейчас так мало рекламы о Money Magnet проекте, то есть в интернете, в сети. А мы специально этого не делаем, потому что у нас есть понимание развития компании, и на самом-то деле, я, когда мы компанию организовали, я сразу говорил, что наша цель, наша цель создать сетевую компанию с реальным продуктом, то есть вот в этом есть и залог, то есть я не хотел развивать маркетинг без продукта, то есть маркетинг мы сделали, нам нужно было его оттестировать, что он работает, то есть это такое своего рода, вот то, что сейчас происходило, вот эти там три с половиной месяца, да, это такого рода был тест, мы себя тестировали, то есть работоспособность маркетинга, работоспособность алгоритмов, вот, и в параллель создавался продукт, мы создавали продукт, и вот он еще создается, то есть мы сейчас в бета-версии выкатили, да, то есть возможность людям создавать, то есть это конструкция, это MLM-эксперт, это сервис по оказанию всевозможных услуг для, так сказать, он и называется MLM-эксперт, для предпринимателей сетевого бизнеса, мы заточены, то есть кто наш потребитель нашего продукта? Это предприниматели сетевого бизнеса, которые хотят развиваться в сети при помощи современных методов автоматизации, и мы уже создаем такие продукты, которые позволят каждому, не только участникам нашего маркетинга, а каждому участнику под свой конкретный бизнес создать воронку и тут же заказать для себя трафик, то есть идея в этом, что создать продаваемый продукт, продаваемый продукт, и то есть я же опять же говорю, у меня же выучка классическая, да, в классическом нам всегда говорят, вспоминаем, да, классику, что основа любой сетевой компании, успех любой сетевой компании, это качественный продукт, то есть продукт двигает маркетинг, не маркетинг двигает себя, а продукт, то есть продукт настолько классный, допустим, если взять там классическую сетевую компанию, которая торгует там шампунями, зубными пастами и всем таким, да, ассортиментом, то там классный продукт, который люди начинают рекомендовать друг другу, это и есть идея MLM, и мы сейчас создаем, уделяем огромное внимание продукту, продукту, который действительно будет востребован, то есть у многих компаний есть заявлено, что у них есть какой-то продукт, но при ближайшем рассмотрении начинаешь разбираться и понимаешь, что продукта там нет, это просто некая ширма для того, чтобы, ну, соответствовать законодательству стран, то есть, ну, что вот мы не финансовая, грубо говоря, пирамида, да, я вот такими буду говорить словами, вот, а некая, то есть вот у нас типа есть продукт, на самом деле наша цель, наша цель, иметь продукт, который будет продаваться и без маркетинга, то есть он будет востребован, то есть не ради маркетинга люди приходят на продукт, а ради продукта люди приходят в маркетинг, то есть мы берем в основу истинную идею сетевых компаний, и тогда уже никто в нас не кинет камень, что мы будем иметь какие-то признаки финансовой пирамиды, то есть мы сможем работать в легальном поле любой страны мира, то есть задача наша, то есть мы, поэтому, понимаете, можно быстро сделать хайп и быстро свернуться, но... Закрыться. Да, и быстро свернуться за год, да, наша задача выйти, выйти на действительно глобальный уже мировой уровень, вот, и тут многие могут сказать, Андрей, ну, у тебя тут и переводами хромаешь, или еще с чем-то, понимаете, мы сначала пошли, как говорится, по пути, начали переводы делать, у нас сразу появились, а потом мы поняли, что здесь все-таки должен быть системный подход, мы должны сейчас отладить наши продукты, мы выстроить схему, а потом все это будет произведено в перевод, но на самом деле на данный момент мы сейчас уже ведем работы по полностью переводу всех фильмов, мы сейчас даже ведем переговоры, не знаю, насколько это получится, переговоры с сервисом, есть сервисы сейчас, в современном мире сейчас очень круто работать, значит, есть нейросети, которые могут делать онлайн перевод, то есть, но с задержкой в 10 минут, то есть мы можем сейчас, мы сейчас будем тестировать, сейчас мы найдем, то есть мы сейчас ведем переговоры, да, с компаниями, вот, где бы, к примеру, я веду эфир, да, а с задержкой в 10 минут этот эфир уже идет на английском языке, да, супер было бы, да, вот это было бы вообще идеально, и тогда, это, вот, вот, когда мы вот это сделаем, тогда мы уже сможем выходить на действительно мировой, да, вот, где, где есть полный перевод всех наших эфиров, потому что получается, русскоговорящих людей, кто умеет говорить по-русски, да, то есть, ну, нас много, не только уже в России живут. Ну, знаете, да, у нас русским вообще-то, ну, как будто мы же Прибалтика, у нас как будто нету, но эти, которые, вот, уже мои дети, которым есть около 30, у нас поменялось в школе, что поменяли английский на русский, английский начался с первого, а русский с шестого, а когда я училась, у нас было русский с первого, английский с шестого, а теперь они как будто что-то чуть-чуть понимают, но говорить-то лучше, и все, это, беседу везет лучше на английском, и то, вот, мы тоже вот теперь стараемся, я говорю, но там же можно и в Ютубе поставить, чтобы было субтитры. Ну, это не то, это не то, это не то, должно быть удобство в бизнесе, и мы понимаем, что следующий этап, сейчас у нас, я думаю, буквально, я думаю, за апрель месяц мы закончим уже, то есть, мы упакуем наш продукт, он уже будет на новом сайте, он уже будет упакованный, и сам сайт переведенный, и уже, сейчас мы в параллель занимаемся именно продумыванием, как мы будем с этим продуктом идти на, так сказать, в другие страны, а наш продукт, он же все-таки технический, он требует обучения, потому что одно дело сделали, а другое дело надо учить, чтобы успешно продавать продукт наш, наш, и надо успешно обучать людей пользоваться этим продуктом, и вот тут вот как раз мы сейчас ищем варианты. Вообще такое время, что много людей, теперь даже уже вот после 50, которые остались как будто без работы, вообще цены поднимаются, зарплаты нигде не поднимаются, опять люди стрессы, да, они ищут все возможности, им так трудно вообще, которые вообще ничего не делали, не MLM, не интернет, но они хотят, они готовы учиться, понимаешь, вот поставить так эту систему. Вот, и мы сейчас ищем варианты, как мы хотим, чтобы это все было на разных языках, и это должно быть все профессионально и качественно, то есть мы все-таки подходим к тому, что я вообще по жизни перфекционист, то есть я люблю. Этим людям очень трудновато, потому что все хочется, ну так, чтобы было, и выглядело хорошо, и запах был хороший, и вкус был хороший, понимаешь. Да, вот, поэтому вот так и сейчас работаем, вот так вот у нас компания идет. Ну да, мы это вообще, наша команда вообще, ну я вам могу сказать откровенно, мы вообще пришли к вам за инструментом, если откровенно. Мы тоже вот попробовали, так как вы говорили, то же самое рецепт. В одном проекте попробовали, но не то, что обещали, но не работает, как будто есть, но нет то, что мы ждали, да. Второй, там опять что-то, как будто все окей, но поняли, что закончились люди, ну как у всех, ну так же рецепт. Начали искать инструментов, ноябрь там нашли одного не то, или очень дорогие, и нету кто вообще устроит этот инструмент, потому что обучения нету, ты покупаешь, а устроить ты не умеешь, да. Опять деньги с ветерком улетал, да. А потом мы как будто, ну вот, знали уже жены из Алтая, и я всегда вот так смотрела на них так чуть-чуть, и думала, ну как они строят эти команды, ну они же, ну откуда они берут этих людей. И вот увидели в Ютубе видео насчет Money Magnet, да, и мой ментор говорит, ну вот тут нам надо все-таки это все общупать, что это такое, что это за инструмент. И я знаю, что они на русском, они все нам научат, да. И мы когда пришли, нам уже на следующий вечер был Zoom, а на следующей неделе уже как будто появился первый результат маркетинга. И я вообще сначала не могла понять, я звоню в Германию и спрашиваю, а Валда, ты понимаешь, откуда эти деньги берутся? Мы же пришли на продукт, нам же надо этого робота, нам надо этого бота, а тут какие-то деньги у нас появляются. А потом мы только начали понимать, что тут очень вкусный маркетинг под него, да. Да, маркетинг у нас действительно, как бы мы, единственный минус нашего маркетинга, я хочу сказать, я понимаю, да, но я как бы ни в коем случае не буду его переделать, минус, что мы немножко как бы усложнили, у нас три вида заработка, его долго рассказывают, то есть наш маркетинг нельзя рассказать в двух словах, это вот единственный минус нашего маркетинга, то есть как бы многие маркетинги, они там простые, то есть две ножки, первые линии реферальных и до свидания. Ну, это не проблема, мы его уже, уже, уже все поняли, как это все надо объяснять, мы просто поделили на три части, сначала даем одну, как только понимает, вот если бы это большой бонус, понял, давай идем дальше, да, и все окей, работает это хорошо, и самое главное, что, что мне нравятся те, которые начинают только что, этот маркетинг дает это, знаете, всегда люди что-то делают, когда есть результат, если результата нету, они устают, они нетерпевые, они, им надо сразу, потому они бегом-бегом, там одну компанию, вторую, там будет пассив, там будет дать деньги так даром, ну, нигде же не дает, везде надо работать, понимаешь? Так вот, сейчас продукт, вот у нас на этой неделе открывается, значит, мы сейчас, вы уже могли зайти на сайт, посмотреть, да, но на этой неделе там уже появляется своя реферальная система на сайте, вот, и ваши пользователи, то есть, еще смотрите, тут вот такой момент, то есть, окей, ваши партнеры Money Magnet получили доступ к продукту, ну, фактически бесплатно, там, со второго стола на месяц, третьего стола на год, четвертого стола вообще доступ пожизненный, то есть, но, но, это конструктор, это подписка к самому сервису, но там же еще внутри есть услуги платные, которые там, ну, да, трафика, трафика, да, и вот смотрите, здесь такой момент, что 25% потраченных денег вашим партнерам первой линии будут капать вам, то есть, люди будут заказывать инвайт, будут заказывать там разные услуги, и 25%, вот, и плюс, это очень крутой инструмент, так сказать, ставить лидера, то есть, я называю наш еще инструмент, поставь лидера в режим ожидания, то есть, что такое поставь лидера в режим ожидания, потому что с лидером такой вопрос всегда, заманить реально топового лидера к себе в команду, это не просто, не так-то просто, и тут важным фактором играет временная точка, когда ты сделаешь ему предложение, в большинстве, то есть, это такой момент, это 1% из 100, что ты попадаешь в эту точку, потому что в большинстве лидер не сидит на месте, если даже с его компанией что-то случается, он быстро находит для себя новые результаты, и возьмет свою команду с собой, да, да, и он, значит, и тут такой момент, что и лидер чаще всего находится в фокусе, то есть, когда лидер принял решение зайти в какую-то компанию, он даже морально не может, это даже как бы неправильно с точки зрения бизнеса, взять и пойти в другую сетевую компанию, даже если ему там больше понравилось, он понимает, что это действие, даже если ему предложили более крутой маркетинг, чем там, где он работает, но он никогда не пойдет, потому что он понимает, что как бы в этом случае он теряет свой ресурс, а какой он теряет ресурс? Свою команду, то есть, потому что не все пойдут за ним, и будет разочарование в команде, какие-то его ключевые, так сказать, партнеры могут, как говорится, сказать фея ему, и там, ну, как бы это будет начало конца для лидера, и лидер по собственной, как бы, инициативе очень редко делает прыжки, как правило, лидер делает прыжки из компании в компанию, когда с компанией что-то не так, и когда он искренне может сказать команде, ребят, ну, блин, я, ну, как бы, я бы рад здесь остаться, но мы тут не можем остаться, потому что все, извините, как бы, вот в этом случае лидер уходит в другую компанию работать, и вот тут такой момент, смотрите, и лидер, как правило, в большей степени лидеры закрыты к новому предложению, но лидер всегда открыт к возможностям, которые помогут в его фокусе, то есть лидер в его фокусе, он открыт к возможностям, то есть он качает, неважно, назовем какую-то компанию. Инструменты он открыт все равно, да. Да, он открыт к возможностям, он поэтому и лидер, то есть это люди, которые всегда открыты к возможностям, просто у них есть фокус, и в какой-то момент он закрывает информацию для себя, какой-то конкретный, но к возможностям он открыт. И вот здесь что получается, то есть лидер, мы понимаем, что лидер, он качает эту компанию, нет смысла ему предлагать маркетинг, манимагетинг, нет смысла, только можем получить негатив, и он даже разговаривать, может быть, с нами не будет, но когда мы такому лидеру говорим, слушай, мы можем помочь тебе, улучшить твой результат в твоей компании. И даем ему инструмент, и ставим в клиентскую, то есть мы делаем его клиентом компании. Все, он клиент, то есть его в манимагнет нет, но он наш клиент. Мы получаем реферальные, то есть мы завели его, получаем реферальные. Но очень важно, лидер встал в режим ожидания, то есть он уже в манимагнет, как бы он бы этого не хотел, он уже в этот момент, мы его поставили в режим ожидания. Ну, лидер, это все стороны, да. Да, вот, лидер, если ему нравится наш инструмент, он, у него развивается доверие к компании, и он понимает, что здесь есть инструмент. Про маркетинг он знает, что он там есть, он знает, он знает, но, как бы, вот, но он здесь есть инструмент. Если ему нравится инструмент, если он видит в нем эффективность, если этот инструмент приносит ему пользу, у него доверие к компании, и когда что-то случается, а в наш век по году компания, то есть сейчас вообще, как бы, средний год жизни компании, ну, не больше года, то есть, ну, такая статистика, то есть, что посмотришь на маркетинги, они год не проживают, там, полгода и нет маркетинга, то есть, все, на этом все заканчивается. Это такая статистика печальная, но это правда жизни. И вот здесь как раз у нас возникает законно-резонный шанс этого лидера забрать себе в команду, когда он, как клиент, стоит у нас, если там что-то происходит, куда он пойдет, куда он пойдет, есть инструмент, MLM-эксперт, он здесь работает, есть маркетинг Money Magnet, бери и развивайся, бери и качай, маркетинг в долгую, если он понимает, что мы, инструмент ему нравится, значит, мы надежные, нам уже не надо объяснять, что мы надежные, там, какие-то, и плюс мы идем в легализацию, то есть мы действительно будем, как бы, легализовываться полностью, чтобы мы могли пройти проверку любого аудита, что мы будем без признаков финансовой пирамиды, чтобы в основе лежал продукт. Основной доход компании должен сходить не из маркетинга, а от продукта. Когда доход у компании основной от продукта, это уже MLM-компания. Когда основной доход компании от маркетинга, это может попадать под признаки финансовой пирамиды, поэтому как бы время уже идет концу но я хочу еще тебе попросить двух словах сказать что-то от себя тех людей которые но они как будто смотрят они что-то ждет чтобы они все-таки поняли что самая большие деньги это все-таки интернете и там можно работать свободно без будильника без там менеджеров и так далее знаете вообще как бы когда я включился в работу млм в интернете да я по я понял я осознал у меня если честно из моего города вот я таким партнером хочу сказать у меня нет ни одного партнера из моего города у меня все моя команда весь мой бизнес построен то есть на это весь весь мир вот ну как бы весь мир мои партнеры весь интернет это мой список потому что у многих людей проблема где взять список деле взять этих социальная сеть это наш список весь мир это на это мои потенциальные партнеры и здесь я не ограничен не вместе работы то есть вот я в том году ездил отдыхать и я вел вебинары с отдыха я людям показывал я сейчас нахожусь на море но вот я при этом я работаю мне чего сложно два часа поработать и дальше я опять на море то есть возможность работы в интернете она развязывает руки то есть потаная идея млм стань свободным финансово независимым вот то есть вот она свобода никогда мы привязана какому-то месту где-то с чего-то а когда мы не подвязаны на что лишь бы ну мы привязаны лишь к одному вай-фай то есть нам нормальный да 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 нам нужна связь вот к этому мы привязаны потому что если я допустим очень рада очень полезная у нас пошла беседа я думаю что нашей командой очень понравится и не только потому что много людей они которые они боятся но когда они уже видят что люди от такого бизнеса пошли интернет и они стали свободны и совсем по-другому чувствует да то они все-таки когда-то созреет и начинает что-то делать мы вообще-то очень довольны что мы наконец-то нашли во первых очень хорошо хороший инструмент то что мы искали и 2 все-таки очень хороший маркетинг потому что я не так уж долго работа интернете мы не больше практика есть на земле да я интернете где-то полтора года только вот ищу смотрю и точек вот хочу все таки оставаться на одной компании чтоб можно работать так а души как говорится да так что я думаю что будем работать единственно что напоследок в работе в интернете надо все-таки иметь бизнес-подход то есть если вот так вот брать работу в интернете то здесь мы должны понимать что если в классическом млм мы можем работать ну нам не нужны так сказать средства мы берем список и начинаем приглашать людей вот то в интернете мы к сожалению так не можем сделать здесь нужно понимать что здесь он должен быть бизнес-подход то есть здесь как бы за место нашего времени и сил которые мы тратим на приглашение на рассказ маркетинг планов мы здесь тратим деньги то есть но стратегия должна выстраиваться так что рекламный бюджет то есть здесь при работе в сети интернет нужно планировать свой рекламный бюджет и вот исходи и вот уже надо выстраивать свой бизнес ну нужно понимать что это бизнес а любой бизнес требует либо времени большого и сил либо ты это заменяешь рекламным бюджетом потому что нужно выстраивать воронку но без рекламного бюджета все эти воронки они не имеют ничто но надо направить свою работу так, что есть рекламный бюджет, мы вкладываем в рекламу средства, даже если там первые тысяча, так сказать, рассылок, инвайта не дала результат, это не значит, что следующая тысяча нам не даст результат. То есть мы должны раз, два, три, четыре, а потом пошел результат. И через, допустим, месяц-два те средства, которые мы вкладываем в рекламный бюджет, они начинают возвращаться. Сначала мы выходим на точку безубыточности, то есть мы возвращаем те средства, которые мы вложили, а потом начинается прибыль. Как в любом вообще, даже не в MLM бизнесе. В нормальном бизнесе, да. Да, любой бизнес открыть в России, в Европе еще дороже. Да, очень дорогие рекламы. На прибыль в первый год вообще не рассчитывай. Это в классическом бизнесе, то есть вот открыто пойти там по лапу. Пять – это минимум, да, чтобы было тебе. Да, вкладывай, вкладывай, вкладывай товар, неси убытки по аренде или еще что-то, рекламу вкладывай. И только через год ты начнешь выходить. У нас же здесь сроки, конечно, быстрее. Тут в MLM бизнесе можно за месяц выйти в точку безубыточности, а потом уже получать прибыль. Но надо тоже учитывать, что если мы хотим бизнесом автоматизации, то бизнес автоматизации связан с рекламным бюджетом. Вот здесь от этого не уйти. Либо берем классический метод и работаем просто по классике. Да, 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 списком. Правильно. Я своим девочкам говорю так, что вообще-то уникально, что я нашла такой инструмент, что за то, что я учусь, за то, что я использую этот инструмент, я получаю деньги для этого бюджета. Понимаешь? И это самое главное, что тебе не надо брать этот бюджет из кармана. Ты просто чуть-чуть там подвигаешься, и тебе все готово. Так что да, нас скоро закроют. Спасибо тебе большое. И удачи в работе. И будем ждать опять новости от тебя, да? Спасибо. Давай, пока. Дети, в пятницу, жду вас в пятницу за новостями. Да, да, буду, буду. Давайте, пока. Все, до свидания.